Правительство решило повышать пенсионный возраст. Накануне одобрили законопроект. Уже со следующего года россияне позже станут выходить на пенсию. Это будет переходный этап реформы. Он уже коснется мужчин 1959 года рождения. Они смогут отправиться на заслуженный отдых в 61 год. И женщин 1964 года рождения на пенсию они отправятся, когда им исполнится 56 лет. И дальше пенсионный возраст в нашей стране будет повышаться постепенно. В итоге мужчины через 10 лет будут заканчивать трудовую деятельность в 65 лет. А у женщин увеличение пенсионного возраста до 63 лет произойдет в 2034 году. Эту тему мы решили обсудить с директором Центра психологоэкономических исследований Поволжского института управления Российской академией народного хозяйства и государственной службы Александром Неверовым. Александр, объясните причины, по которым правительство решилось на этот шаг. Люди, с одной стороны, имеют возможность дольше продуктивно работать, с другой стороны, что для всех для нас хорошо, дольше живут. А с экономической точки зрения это повышает нагрузку на пенсионную систему. Потому что пенсию, если платить так, как ее платят сейчас 60-55 лет, то это значительный период. Это все делается за счет пенсионного фонда, за счет отчислений от нашей зарплаты в течение нашей работы. И тем самым постоянно растет дефицит пенсионного фонда. Для того, чтобы с этим что-то делать, одним из решений может быть повышение пенсионного возраста. Ну хорошо. А можно было другие рамки возрастные установить, не такие высокие? Это еще не окончательное решение. Но 65 для мужчин – это, наверное, возраст, который никто из тех, кто делает эту реформу, не подвергает сомнению. А насчет возраста для женщин тут варианты есть. 63 или 60. Мне кажется, что до 60 было более оптимально. Понятно. А какие плюсы и минусы нас ждут, если закон все-таки примут? Для тех, кто выходит на пенсию в ближайшее время, скорее это минусы, чем плюсы. Потому что они уже планировали определенные сбережения, определенный свой жизненный путь, исходя из сложившейся системы. Для тех, кто только в начале своего трудового пути, кому до пенсии далеко, плюсы, наверное, будут те, которые говорит правительство. То есть связаны с повышением объема пенсии, потому что на меньшее количество лет будет приходиться большее количество отчислений. Спасибо. Это был директор Центра психологоэкономических исследований Поволжского института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы Александр Неверов. Мы обсуждали повышение пенсионного возраста. Тот пенсионный возраст, к которому мы привыкли, это 60 лет для мужчин и 55 для женщин. Был установлен для части категории людей в 30-е годы. Окончательно его утвердили в 1956 году для рабочих и служащих. С тех пор, по данным статистики, продолжительность жизни выросла более чем на 30 лет. Сейчас в нашей стране 12 миллионов работающих пенсионеров. То есть тех, кто продолжает трудиться и немало. Мы решили узнать у саратовцев, как они относятся к повышению пенсионного возраста. Что вы думаете по поводу повышения пенсионного возраста? Да ужас, конечно. Вы что? Знаете, мы с мужем так думаем, что, наверное, умрем на работе. Это ужасно. Так не должно быть. По моим подсчетам, как только выходит человек на пенсию, он, чувствуя свою ненужность обществу, умирает. А это будем, значит, жить. И мне, я вот тоже попадаю в ней еще, я планировал через 5 лет, теперь через 10 лет. И это хорошо. Я думаю, надо поднимать все-таки возраст. Почему? Ну, как почему? Чтобы было больше накоплений. Вышел на пенсию и умею в гроб уже. Пускай нет, не пойдет. Женщинам до 60, мужчинам до 63. Вот так вот надо было сделать.